Очень много цветов можно выполнять из простого шнура вязаного. Средний шнур вяжется на трех иглах. Набираем удобным способом 3 петли и вяжем на средней плотности, чтобы не было сильно стянуто, но в то же время не очень жидкое вязание было. Процесс достаточно быстрый, в конце периодически просто тянем за кончик, и у нас сворачивается очень плотный шнур. Когда мы вяжем побольше и потянем, даже трудно определить, где у нас край этого шнура. Он кажется круглым, цельновязанным. На машине такое вязать одно удовольствие. Вяжется очень быстро, причем потянули, видите, шнур приобретает совершенно круглый законченный вид. Это средний шнур. Если мы хотим шнур тоненький, берется две иголочки и выполняется все то же самое. Получается очень тонкий, очень аккуратный шнур. И смотрите, какой длины шнур вам нужен. То есть вы провязали какое-то количество рядов и потянули. Шнур после того, как вы его потянули, обратно уже не деформируется никогда. То есть это будет его, естественно, длина. Вот тоненький шнур. Все выполняется то же самое, только на двух иголочках. Очень быстро, очень просто, очень легко. Складывается пополам. Получается тоненький-тоненький такой рулик, шнурочек. Это тонкий шнур. На четырех иглах получается плотный толстый шнур. Больше четырех игол вязать не стоит. Очень небрежный такой шнурок получается. Из него цветы уже не делают. Это уже для пояса, для какой-то особой отделки. Ну а цветочки из двух-трех петель вяжутся. Руками шнур выполняется либо с помощью крючка. Вот у меня такой крючок. Бывают крючки вязальные. Любой крючок берете и начинаете вывязывать шнурок. Это тоненький шнур. Обычный тонкий шнур, когда вы продеваете петлю в петлю и достаточно быстро вывязываете тоненький шнур, из которого можно делать уже что угодно. Можно делать цветочки, можно делать завязочки, все что угодно. Получается вот такой вот тоненький шнурок. И с помощью крючка. Можно вязать спицами, когда мы берем три петли и вяжем длинную-длинную полосу на трех петельках. Лицо, изнанка, лицо, изнанка. В этом случае у нас шнур закручивается и получается шнур. Если вы будете вязать лицевой, изнаночный, то есть платочной вязкой, то шнур выйдет плоским. Он закручиваться не будет и для цветов он уже не подходит. Поэтому мы вяжем лицо, изнанка. Одна сторона полностью лицевая, одна полностью изнаночная. На трех петлях. Длинную-длинную полоску. Конечно, машиной такое делать быстрее, но если очень нужно, то можно, конечно, связать и спицами. Для создания такого цветка вяжем шнур из трех петель. Можно вязать спицами, можно вязать на вязальной машинке, на вязальной машинке гораздо быстрее. Шнур должен быть очень длинный. Чем длиннее шнур, тем интереснее будет цветок. Определяем для начала длину лепестков. Какой мы хотим ее видеть. Очень длинные лепестки не надо делать, потому что получится некрасиво. Вот 5 сантиметров. Самая оптимальная длина. Завязываю узелок на верхушечке. Смотрю, какой длины будет лепесток, чтобы она стояла дыбом. Так, 5 сантиметров нормально. Значит, через 10 сантиметров, здесь, я завязываю еще один узелок. Тканяю его и проверяю. Между узелками 10 сантиметров. Да, можно затянуть. Рядом с последним узелком завязываю еще один. Два рядышком. И сильно-сильно затягиваю. Отмеряю 10 сантиметров. Между узелками. Вот здесь мне нужен еще один узел. Проверяю, что здесь 10 сантиметров. Сдвигаем. Сдвигаем его. Узелок. Должен быть четко. 10 сантиметров. Есть. Затягиваю. Прямо за ним завязываю еще один узелок. Поскольку теперь мне будет уже неудобно завязывать узлы, я могу лишнее отрезать. Стянули. Первый лепесток я отрезаю. Второй лепесток я тоже спокойно отрезаю. Между узелками. Отмеряю 10 сантиметров. Здесь у меня должен быть следующий узел. Я его завязываю, проверяю, что здесь 10 сантиметров. Затягиваю. Двигаем. Затягиваю. Сразу за этим узелком завязываю еще один. И лишнее могу отрезать. Потому что очень удобно вязать узлы, когда впереди большой шнур. И так далее. Вот таким способом интересным я навязываю себе лепестки на всю длину шнура. Получилась у нас такая нарезка из лепесточков будущих. Теперь здесь два последних меньше. Первые все одного размера. Складываем их пополам. И вот так вот за серединку продеваем все друг на друга. Просто нанизываем их один сверху другого. За серединку. Можно свернуть их, связать их просто пучком. Можно вот так вот нанизать. Получится совершенно разный эффект. Чем длиннее шнур, тем красивее будет цветочек. Можно делать разноцветные листики. Из нескольких шнуров получится очень необычно. Последняя самая маленькая. Все. Стягиваем. Раскладываем их в разные стороны. Стягиваем. И получаем вот такую вот совершенно чудную хоризонтему. Из шнурков. Чем больше шнурков, тем интереснее цветок. Так вот они у нас и торчат в разные стороны. Лепестки должны быть короткие и должно быть их много-много. Тогда будет совсем непонятно, что это такое. Очень интересный цветочек. Чем больше шнурков. Продолжение следует. Продолжение следует...